здравствуйте друзья у нас в студии марина наш педагог она же и менеджер менеджер или директор директор это когда под тобой несколько менеджеров значит марина ведет у нас такой пионерский я бы сказал курс по автоматизации тестирования но в онлайне то есть скажем одно дело в классе вести и это как бы но многим под силу но вот в онлайне это надо было найти путь какой-то вот марина к нему подбиралась и так вроде очень хорошо получается я смотрю что народ реагирует с большим студенты реагирует с большим энтузиазмом и стоит недорого тогда то есть наши студенты там платят 350 долларов который когда бы то ни было у нас учились а те кто со стороны платят 500 и в общем он работает но сейчас получился такой интересный заход когда многие люди говорят а хорошо бы по-русски это связано с чем ну мне кажется что людям им кажется что легче понять когда объясняет на русском языке потому что какие-то нюансы могут народ упускать нюанс когда объясняется на английском в принципе у меня нет проблемы сделать класс на русском языке то есть я вижу что очень много народа мне пишет просит просит именно класс на русском языке я думаю что мы можем начать а вот когда скайпе идет ну как бы саппорт да они там делают там эти задания вопросы задают и они скайпе пытаются по-русски вопросы задавать а многие пишут по русски мне мне не тяжело ответить по русски они я понимаю что людям очень часто даже тяжело сформулировать вопрос на английском языке поэтому если скайпе у нас все таки рул что надо про английский писать то они не пишут email на русском языке я пытаюсь объяснить на русском а вот груз потому сейчас человек 20 значит сколько там не рук не русскоговорящих есть там есть на самом деле немного совсем я могу сказать что поскольку может вас лет этим занимаемся и когда-то мы учили по-русски потом у нас были одни группы по-русски другие по-английски сейчас у нас все по-английски но когда они были по-русски и по-английски я что замечал что в русские группы шли только те кто хорошо говорил по-английски то есть их не волновало английский им просто хотелось на родном языке получать объяснение те люди которые плохо говорили по-английски они все хотели в англоязычную группу потому что им же интервью пройти надо вот вот ты считаешь это не как сказать не опасно с точки зрения прохождения последующего прохождения мне кажется конечно это немножко может задержать народ но я я думаю что я продумаю вот этот вариант и мы попробуем готовиться все-таки к интервью то есть объяснение будет на русском языке а потом у меня есть какой-то список вопросов для интервью по атоме что который мы проходим эти вопросы мы все-таки попытаемся сделать на английском комбинировать комбинировать на самом деле может быть там сказал фразу там три фразы по-русски одну может быть там прокомментировал прокомментирует когда в скарпо английский но бы сказали вот так потому что в конце концов уроки записываются они могут их потом прослушать я дождем но не субтитры же делать это слишком трудоемко я думаю субтитры это слишком много но на самом деле мы можем попробовать сделать так классно русском языке конечно все равно терминологию честно говоря по-русски ты не знаю это винила селением поэтому терминологии все равно будет себя на английском языке но объяснение на русской такой вопрос я поскольку в классах там не сижу но я знаю что у нас вот селениум преподается в школе у нас есть с руби и не с руби с джавой с пайтоном сейчас пошло вот у вас чего но я делаю у нас делается фреймворк с селениум веб драйвер и руби язык и клюкумбер получается две две вещи на руби и пайтона не близнецы-братья в принципе меня в компании сейчас все написано на пайтоне и мои студенты которых я в общем то взяла к себе на работу и которые у меня учили руби они перешли на этот пайтон в течение недели недели полторы недели и в общем то зачем то что близнецы-братья зачем два языка но не нужны но просто в ту компанию которая пришла работать и в которой я в общем то организовывала свой тим там все было уже на пайтоне написано то есть не имел смысл делать на руби когда все пишут руби это не скриптинг это скриптинг это тоже скриптинг они очень похожи спать и нам у них в общем то такой вопрос вот когда люди учатся вот и видишь это какие вопросы они знают на чем они обламываются и куда во что упираются что это алгоритмизация кодирование общее понимание парадигмы все все очень в общем основные вопросы сначала надо усвоить в общем то общее понимание системы на то есть как какой то есть мы создаем эти файлы какой файл за что отвечает и зачем он собственно говоря структуру проекта структуру проекта после того как структура проекта усвоена понять в принципе где селениум сам непосредственно синтаксис а где руби народ сначала немножко путается но я уже сейчас написал достаточно много блогов чтобы если люди читают текстовая информация текстовая информация они могут прочитать несколько раз и и там я очень четко объясняю разделяю где что слушай ну давай тогда уже не писать блоги по-русски нет блоги по-русски я умру да но это это поможет тем кто учится на русском это поможет им понимать совместить русский с английским это очень здорово на самом деле блоги все написаны на английском языке хорошо вот руби майн это чего руби майн это просто айди это как среда в который пишет это как блокнот в котором просто все все файлы соединяется вместе их легче на них легче смотреть ребята говорят дайте там нам ваш лайсенс на руби майн чтобы дома заниматься я я им всем говорю может быть им в классе сказать чтобы они этот руби майн поставили там на вирту мальную машину во первых можно виртуально вторых руби майн а первый месяц он бесплатный а потом по моему есть бесплатный лайсенс на год для студентов либо вот это я не уверена но я просто знаю что все равно можно пользоваться просто он каждые полчаса он шаттан то есть то что происходит если вы вы допустим когда работаешь неудобно но когда ты учишься то есть через полчаса закрылся просто открыл я бы на самом деле поставил виртуальную машину сделал бэкап и пусть будет больше практики работали с вертальными машинами так что ну хорошо сделаем курс по русски сделаем ну давайте сделаем русский попробуем тогда мы сделаем так следующая группа должна была бы начаться даже будет начнется в июле 16 16 июля это четверг четверг для класса два раза в неделю понедельник нет понедельник и четверг мы делаем с пяти тридцати тоже в комиссии хорошо значит тогда мы сделаем вот эту группу объявим ее русскоязычные и посмотрим что получится записью да хорошо потому что я просто не знаю как народ отреагирует то есть я я знаю что некоторые спрашивают нельзя ли по-русски но но я не знаю как отреагирует большинство потому что большинство может как раз обратную точку зрения ну давайте попробуем посмотрим посмотрим сколько как что на русском мне в принципе все равно на каком языке объяснять те кто будем таком суржики значит те кто хочет интересуется 16 июля будет вот такой заход на русском языке посмотрим как получится спасибо а